внимание вопрос что в синем ящике ну что есть предположение что же этот стерлинный станок это сразу спокуха это бош да я ненавижу бош мало кто любит бош но это больше открывайся что ты будешь чтобы делать это приклеено основание и сама сверлила то есть сейчас можно спокойненько устанавливать сверлильный станочек наконец-то сколько тут уже муздыхаюсь с этим делом наконец-то пришло время его установить крепить его буду на вот такие на и вот саморезы но через шайбочку дабы не повредить вот это вот нежнейшее красивейшее покрытие выставляем все красиво ровно а теперь надо воткнуть эту штукенцию вот сюда вот что-то не хватает блин прижимную лапку забыл на самом деле лапка такая очень сильно массивная мне прям нравится тут стоит эксцентрик который должен все это дело поджимать а вот направляющая рамка из говна и палок это алюминиевый уголок вот он вообще ничего не весит и все это тяжеленный металл то это хренатень полнейшая но ее придется использовать дабы детальку я вот так вот не раскрутила по сверлильному станку и обошки воробушки и вот как не затягивать вот этот вот винтик то теперь то есть тут люфт такой достаточно приличный будет держаться путем зажатия одного вот этого винтика что-то мне подсказывают какую-то хреновую себе игрушку купил опять вывалил кучу денег купил какую-то хероту интересно насколько сильно его надо затягивать чтобы ничего не сломать в этой конструю вини ну вроде как-то но вот так вот колесико у нас опускается блин какой мощный штурвал это чё все предел ниже никак не они все нормально можно прям до самого днища дайте тут фиксатор оказывается стоит все хорошо извините ложь ну вот теперь мне опять непонятно теперь он стал в таком положении теперь вообще он стал что тебе надо что открутить чтоб ты начал двигаться что-то отъебнула ручка отъебнула блин прикольная фигня мне прям нравится я прям чувствую хорошо вложил деньги так ладно не хрен пенять на технику если у самого руки растут из жопы на самом деле надо разобраться будет все таки в технике понять как она на самом деле работает ну на первый взгляд тут стоит стопор на пружинку то есть его можно с трудом поднимать вверх то есть самостоятельно либо чтоб он отбивался сам на пружинке с одной стороны прикольно а с другой стороны но я тут изматерился уже возможно игрушка стоит своих денег ладно надо ее включить подключать данное устройство мы будем через пылесос как и было запланировано ну что же по-моему это включаем о загорелась тут можно ладно давай мы тебя пока на время испытаний подключим через обычную розетку загорелась значит шо мы тут видим у нас есть регулятор чего-то непонятно нажимаем сюда это скорее всего углубление на какую-то глубину скорость а как ты регулируешься бесед почему ничего не работает лазерная подсветка то есть по идее сюда должно бить сверло в это перекрестие вот сюда вот войдем так а это что подсветка блин вот подсветка это крутое то есть я могу работать без основного света это хорошо лазер отключаем давай тобой посверлим вот эти нули которые здесь были в самом начале вот эти нули которые были в самом начале это оказывается глубина заглубления насколько мы опускаем сверло а поскольку она сейчас бьет вот отсюда вот с носика соответственно мы опустили на 72 миллиметра так это мы поняли а дальше скорость 600 оборотов в минуту а регулировать увеличили у вас круть два с половиной косаря на минималочку так отключим здесь еще есть выбор скорости сейчас стоит 2 переключим на первую по идее первое будет момент больше обороты меньше давайте посмотрим пока что прикольная хрень этот винтик когда ее зажал стоит в принципе ну достаточно неплохо то есть я теребонька сейчас верстак а не станок вот эта лапка давайте попробуем чему-нибудь прислонить и вот он у меня есть брусочек конечно понимаю что еще не доделал верстак но я хочу поиграться прижимаем его и давайте попробуем сверлышко фоснера ну а чё мы будем мелочиться мы чё зря покупали эту фигню поскольку это дерево ставим вторую скорость включаем нашу установку добавим оборотов а пускай будет так включаем лазер ну и проверяем блять сука ёбаная хрень берем вот этот регулятор на хрен чтобы он опускался до самого низа как-то мне не очень нравится как это все работает вот по отходит чуть-чуть назад чуть-чуть назад вот это прям хорошо блин классно работает мне нравится нажал все отключилась 0 обороты был лазер посверлили так стоям босс стоп вот стружка пошла то есть случилось то в принципе на что я и рассчитывал что будет до хрена стружки поэтому все идет через пылесос и сейчас соберу схемку правильно конечно пылесос я пока что просто выведу тут надо будет еще подумать как он будет хорошо работать чтобы он собирался вот это говнище и она не разбрасывала здесь по мастерской так у нас все отключено достаем и втыкаем в пылесос прикольная фигня мне мне понравилось правда но стружка все равно разбрасывается то есть уже на начальной стадии я понимаю что с пылесосом идея вроде бы как бы и хорошая одновременно но в то же время она требует прям комплексной доработка не могу не поделиться своим я не знаю дальновидением дальнозоркостью как это у меня все так фантастически получилось честно говоря я сам не понимаю думал придется все переделывать вот она ручка фиксации то есть сейчас она работает на пружинке ниже не опускается и не хватает миллиметра до упора а если мы вот так вот и и открывая вот она четенько проходит мимо сверла прям вообще огонь и упирается сюда но при этом при всем она уже открыта и мы можем ее опускать ну что ж пришло время опробовать нашу сверлил все-таки в работе и так сверло у меня стоит 38 миллиметров а вот эта вот дырочка очень слишком маленькая то есть сверло обязательно мне разобьет подставку я-то отрегулировал чтоб она ниже не шла но нам надо же просверлить до самого конца следовательно я сюда подложу кусочек ламината но так сказать чтобы было чуть чуть повыше и не повредить ничего ну и соответственно эту штуку просверлить до самого конца вот так лежи ничего не делай а теперь мы можем нашу штуку ну конечно с центра кто начинает сверлить вообще какой каким-то мне не хватает длины верстака чтобы обработать заготовку следовательно в принципе могу не делать крайние отверстия сделать там небольшую полочку под что-нибудь ладно с этим разберемся несколько позднее а у меня уже начались проблемы проблемки проблемушки еще главное чтоб сверло в лапку не ударила короче тут на самом деле очень много всего ну что ж получилось в принципе даже круто то есть все было просчитано до миллиметра и лазер потом показал все-таки в ту точку которую мы сверлим он перекрывается чуть-чуть большим диаметром сверла ну скажем честно сверлить этой штукой нам много намного 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 удобнее чем обычным шуруповертом во первых все гладенько ровно и четенько ладно погнали переставлят принципе да получилось хорошо вот она подкладочная штучка но момент в том что я положил этой стороной и ну соответственно и ламинат снизу приклеим тоже этой стороной я и увидел бы на все ништяка на самом деле не просверлил нижний слой ламината поэтому я и разверну белой стороной чтобы уже точно ориентироваться ну и по идее глубину то я выставил все правильно четко то есть проблем то быть не должно но на всякий случай как говорится лучше перебздеть чем обосраться что еще мне здесь не нравится лапка постоянно куда-то пытается отъебнуть то есть вот этот эксцентрик и и практически не держит я его зажимаю а когда начинаю опускать станок то есть получается как-то не очень продуманно сам станок отпускает прижимную лапку при херота какая-то не приспособиться конечно можно ко всему люди приспосабливаются сейчас станок остановится точнее пылесос и так сразу не отходя от кассы что мне понравилось и что не понравилось в этом сверлильном станке ну во первых мне не понравился эксцентрик свою полку немножко посимулируем вот мы берем эксцентрик подсовываем и зажимаем и вот он начинает упираться у нас ну и как вы видели заготовка была широкая не брусок блин господи иисусе еще с этой лапкой определиться начинаем опускать и сам сверлильный станок начинает отпускать эксцентрик то есть эта лапка начинает болтаться она заготовку не держит на бруске понятное дело все это будет четко работать то есть вот мы его выставили он опустился куда-то под брусок и все хорошо далее что мне еще не понравилось у этой штуки да наверно в принципе как бы и все сейчас наверно скажу крайне странную штуку мне понравилось колесо да то есть все его откровенно говорят чморят говорят это очень сильно неудобно обычный треугольный винт штурвал удобнее но нифигашеньки не так смотрите когда я работал у меня одна рука была постоянно задействована под пылесос и если обратить внимание стружки здесь нет пылесос справляется отлично я опуская сверло и длины не хватает то есть у меня рука упирается вниз я спокойно одной рукой могу перебирать это колесо и дожимать с обычным штурвалом трех рожковым приходилось бы что-то изобретать то есть мне приходилось бы бросать пылесос держать ручку и второй рукой дожимать либо поднимать сверло также хочу отметить что максимальный диаметр сверла который можно использовать на этом сверлильном станке 42 миллиметра я пилил 38 и опять вот эта сраная лапка она постоянно норовит куда-то упереться то есть сверло фоснер она постоянно пытается куда-то блин прижаться к этому сверлу чтобы что-нибудь сломалась не нравится мне прижимная лапка с этим надо будет что-то делать в остальном игрушка отлично а да и регулировка оборотов то есть под нагрузкой эта штука обороты добавляет то есть просадки в мощности нет сверлильный станок просто изумительный он мне очень сильно понравился возвернем тебя повыше ну и также на этом станке можно выставить глубину заглубления то есть полностью выставить чистоту оборотов вообще классная штука на бы сейчас почистить пылесос и пойдем распиливать полку дальше